Чистый, а Лера вот как раз таки и сомнительна. Усики оставили, теперь гусар. Наруто кун! Столько, 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 всяких разных карт. Всем доброе утро. Мы тут решили с семьей выйти на кофе и поснимать влог. Лера, конечно, сопротивлялась максимально. Говорила, что у нее грязная голова, потому что нас немножечко отключили горячую воду на две недели. Поэтому мы грязные и вонючие. Ну, я-то чистый, а Лера вот как раз таки и сомнительна. Я блестящий, чисто ты. Карамбирушка скажет зрителям привет, привет. Давай. Привет, привет. Пойдем, пойдем. Цветочки. А что он будет потом делать с шмель? И пчелка что делает? Фиолет. Давай, что ты хочешь. Так. Что будем? Скажи мне. Попили мы немножко кофею. Как очень странные люди. В кофейне была типа женщина с ребенком, вроде адекватный ребенок, но мама больная какая-то. Все ему запрещало. Просто Яромир захотел пить сок не с баночки с этой. Ну да, я предложил ему. А я ему предложил, как мама с папой, типа давай просто со стаканчика будешь пить. Он согласился. И пришел мальчик с мамой и он тоже начал попросить у мамы типа я хочу пить со стаканчика. Я ему начал говорить нет, я тебе не буду стаканчик брать. Я думаю в чем проблема тебе? Ты все равно сок покупаешь. В чем проблема тебе перелить его в стаканчик в такой же. Ну короче мерзкий. А потом вроде адекватный какая-то женщина шла, но у нее ребенок какой-то немножко больноватый. Палкой этой махал, что-то пытался ногами что-то махал перед Яромиром. Короче мы от них быстро ушли. Так конечно нельзя говорить, что больноватый ребенок, но судьбу ловили. В плане того, что немножко много махал руками, ногами и палкой. Вот. Я Роберто Баликин не понимает этого. Вот он думает все что это все игры, а за это дети бывают всякие. Ну что, куда пойдем? Давай ручку все равно везде дороги давай. Не помню показывал я вам последние покупки не показывал, но в телеграме точно показывал, не помню на камеру показывал. Короче мне приехали еще мои два шаманчика и вроде из манги все. Ну короче приехали мои шаманы. Вот. Вчера кстати собрались с вами и поиграли в наконец-то в Ужас Архамы карточные. Ну как вам сказать? Игра хорошая, но мы получается поиграли процентов 10 игры и просто проиграли. Такие вот мы игроки. Давайте я вам покажу общую коллекцию карточного Ужаса Архамы. Так, тут один берой. Это Ванин еще не запекинут. Ну вот столько-столько-столько-столько всяких разных карт. Так, что опять темно. У меня осталось еще кучу дел по городу. Поедем покатаемся. Там надо Лере забрать небольшие заказы Катоза. Вот. Плюс хочу еще поехать подстричься к Диме. Пускай меня уже привезет в порядок. А то я в последний раз стригся только когда был во Франции. У меня там на мне тренировались малые. Вот. С этого момента не стригся. Так уж пускай меня уже подровняет бороду, подровняет башку. Ой, ветер. Ну еще и в банк заскочу. Такое ощущение, что я очень рано иду на свою стрижечку. Потому что вроде как бы я записывался, но я там, знаете, на угад время тыкнул и не помню. Там то ли 4 часа было, то ли 4.30, то ли 5. Ну, короче, сейчас без половины четвертого. Вот. И я надеюсь, что я приду. Ну, если что, там посижу немножко поснимаю, потусуюсь. Там заодно и спрошу вас вокруг меня. Потому что я потом зашел на сайт обратно и оказалось, что там время не пишется. И это печально. Я вот заметил, что меня до сих пор не отпустила какая-то, знаете, послефранцузская моя депрессия. Вот. Не только прям депрессия, а именно какая-то, знаете, апатия. То, что от переизбытка эмоций каких-то, которые, ну, были там. Вот. Сейчас я хожу. Даже вот я люблю ходить по Минску пешком, вы знаете. Люблю снимать все. Даже по местам, которым я бываю постоянно. После приезда уже прошло 2 месяца и как-то вот сейчас я иду. Знаете, как-то все мне радует. Даже как-то в тягость где-то вот пройтись. Медленным шагом даже уже. Так я все время пешком хожу много где. Тут уже лишний раз даже могу на транспорте подъехать, чтобы среды куда-то доехать. Вот. Не знаю, надеюсь, меня скоро отпустят. Потому что даже для канала съездить куда-то там что-то поснимать. Сил у меня как-то, не то чтобы сил, а какого-то, знаете, такого настроя именно эмоционального нет. Вот. Но сегодня вот выбрались. Я подумал, что хороший повод немножечко поснимать. Ну, заодно погуляем. Может, не знаю, пойдем за ним хоть в магазинчик и малыша моим сюрпризы купим. Учитывая, что мне надо еще какие-то ледяные заказы забрать. Но это попозже. Пока просто прогуливаюсь. Но, скажу так, не прям что в радость. Вот. Как-то, знаете, все обыденно. Все не так. Ну, думаю, те, кто много где путешествует и ездит и куда-то возвращается именно домой, наверное, такое же испытывают. А, возможно, и нет. Вот. Короче, как-то пока вот такое вот непонятное самочувствие. Ну, зато повезло тем, кто подписан. Понятное дело, что, наверное, процентов 99 подписано на Леру. Вот. Повезло, потому что Лера сейчас активно прям снимает. Она прям такая воодушевленная. У нее там видео, не знаю, как часто, но очень часто выходит. Вот. Сейчас снимала она 24 часа чтения. Должна в ближайшее время выйти. Надеюсь, это не спойлер. Ну, вот, короче, старается для канала. Вот. То есть повезло тем, кто ее смотрит. Вот. А я вот ленюсь. Ну что, ребят, мы закончили. Евгена привели более-менее в порядок. Не знаю, как там на голове. Тут мне чуть-чуть отсвечивать не видно. Усики оставили, а теперь гусар. Вот. И более-менее меня к лету подготовили. Которое уже практически прошло давно. Я не встречусь и не пришел уже пару месяцев. Поэтому немножечко полегчало. Сейчас немножко здесь пройдемся. Возьмем к какому-нибудь себе кофею. Вот. Это здесь есть крутая кофейня. Только что-то ее не вижу. Не дай бог ее убрали куда-то. Вот. И уже отправимся в город. Съездим за Лерином заказами. Мы чуть-чуть посмотрим. Короче, еще по с вами погуляем. Зашел я в свою любимую кофейню в этой части города. Называется Древо. Ну, я уже вам много раз про нее рассказывал. Древо, если что, это дерево. Вот. Взял себе эспрессо-тони какой-то клюхвины. Ну, они порекомендовали. Поэтому я его взял. Будем какие-то наслаждаться. И по темпу коймать в город. Вот. Решил я тут зайти взять сюрприз для малышей. Такие вот две книжечки для Леры. Так. Ну, я там описание их читал. Не помню про что они. Но, могут вы знаете. Одна такая. Одна вот такая. Блин, обложки мне такие не очень нравятся. Чем напоминать, знаете, игру «Бесконечное лето» новеллу. Кто играл, тот поймет. Типа что-то. Ну, именно визуально. Про что там я уже и не помню. Ну, вот. И для Яромира. Он любит шмяка. Но шмяка сейчас опасно обратно, потому что я не помню, какие там есть. Про монстрика, который чистит зубы. Тут вроде красивые такие картинки. Смотрите. Покажу вам. Думаю, понравится. Большая такая книжка. И еще такая же похожая про монстриков, но про уборку. Вот. С этим, конечно, проблем у Яромира нет. Ни с чисткой зубов, ни с уборкой. Но все равно. Решил такие вот взять. И вот ему понравится. Посмотрим, как такая вот серия ему зайдет. Ну, и для Леры, понятное дело, тут что-то довезял. Что-то я езжу с нового магазина книжного в другой. Приехал в Озбай. Ну, тут, конечно, уже покупать ничего не надо. Тут Лерина заказа надо забирать. Которые тоже вроде как купленные. Вот. Ну, пойдемте заберем. Забрала пакетик. Как вы видите, там очень-очень что-то маленькое. Сейчас откроем, посмотрим. Скорее всего, там какие-то наборы закладок. Да, в себе тут оказалось три пальточки наклеек. Ой, тьфу, наклеек, говорю. Как его закладок? Тут вот с Парижем или с Францией что-то такое. Первая. Давайте дальше. Вторая. Наверное, небожитель, я просто не знаю. И третья. Наруто-ку. Вот. Как я понял, это вряд ли для Леры. О, Джирайя. Ничего себе. Как это они умудрились его сюда сунуть. Как я понимаю, это, скорее всего, наклеечки. Ой, тьфу, шуметь наклейки подцепились. Эти закладки для меня. Что-то как-то целый день был ветер. А сейчас телефон показывает, сейчас 30 градусов. Ветер пропал, и солнце так печет. Ну, не печет, тухота. Печет, но редко. Просто душно очень. Гадость. Уже хочу посмотреть домой. Уже Лера там спрашивает, где я там шляюсь слишком долго. Она же не знает, что там я еще пошел. Сюрпризы всякие покупать с Керамером. Поэтому не сказал бы, что спешу. А то жарко. Не спешай. Я такой, давай. Мои меня там уже ждут. Куча времени. МЧС. Сейчас уже спать ложится. Вот. Да. Сегодня вечером пятница. Людей много. Даже вон кто-то там. Ну, не знаю. Будет вам видно, где-то на данном плане загорает. Хорошо отдыхают люди. А мне вот завтра на работу. Вот так не хочется. Так тяжело. Даже вот дома. В принципе, ничего если лежишь, ничего не делаешь. И все равно на работу не хочется. А кто это? А я скрежу. Ха-ха. 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 Ты будешь? Я хочу в булочку. В булочку ты хочешь? Да. Включай свет. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Все, короче. Я пришел домой, ребят. Мои там парки тормошат. Все. На сегодня все. А то уже все. Уже лечится снимать. Все. Хочу отдыхать. Хочу поддушить. Ну точнее не поддушить, а так. Побливаться. Потому что у нас в принципе воды нету. Все. Надеюсь вам влог понравился. Вот такой какой вышел. Все. До скорой встречи. Пока. Давай. А. Не забывайте. Лайки. Комментарии. Подписочки. Не знаю. Все ссылочки там. Чего какого.